Всем привет, с вами Мосс. Первые матчи Кубка Фиферов пронеслись просто как торнадо по тьюбу. Пандос и наш самый нескучный Фиферакул показали нам по-настоящему классное зрелище. Фин с Джеффом результативным футболом отметились, ну а Ставр просто героически держал натиск кефира. Ну и совсем скоро уже состоится мой дебют на Кубке и мне предстоит архиважный и архисложный матч против Гены Миллера, под управлением которого окажется, ну, воистину топовый пассажир в то время как у меня, ну, такой добротный середняк Рен. Вот, собственно, с моей командой мы сегодня подробно и оперативно познакомимся, проверим ее в боевых условиях. Ну и, ребят, как вы знаете, спонсором Кубка Фиферов являются наши хорошие друзья из OneX. Так что, если у вас есть фаворит, любимый Фифер и вы точно знаете, кто выйдет из группы, обязательно принимайте участие, всю необходимую инфу вы найдете в закрепленном комментарии, тем более, что OneX новичкам подарят приятный бонус до 100 баксов. Короче, не проходите мимо, а теперь приятного просмотра. Десятая команда чемпионата Франции. Уверенный середняк и так-то ничего особенного, не считая одного факта. В прошлом сезоне именно этот клуб поненароком забрал Кубок Страны, обыграв по серии пенальти в финале, угадайте кого? Да-да, именно ПСЖ. Забегая вперед, любопытный факт. На матч против Миллера выйдет абсолютно идентичный кубковому финалу состав. Причем один из планов на игру еще и схему на 100% повторяет. В общем, Парижу с телем грабли и да поможет нам всемогущий Гандикап. Давайте знакомиться с бойцами. Защищать сетку от Мбаппе и прочих Неймаров предстоит вот этому чеху. Не Петр, конечно, но симпатичные статы 82-й карточки и 197 см над уровнем поля это более чем приемлемо. С центром обороны тоже повезло. Оба ЦЗшника не особо рослые, но по меркам середнячка среднего чемпионата вполне себе расторопные. С краями защиты сложнее. Слева стоит 84-й Бенсебаини, который, не считая Пейса, не дурен. Но вот справа лучшее, что есть, это серебряные трауры, а за которого, мягко говоря, тревожно. Ну а самая масштабная задница у Рена в центре поля. 77-й нерарный Андре с чем-нибудь крепким еще проканает, но вот Гринье, несмотря на 4 звезды, там и сям, уверенный пешеход и альтернативки ему по факту нет. Все остальные игроки центра поля еще более стремное серебро. По флангам тоже не без прикола. Слева информ Буриго с финтами, но острым дефицитом скорости. А справа в меру быстрый и также 4 звездочный Сар. Отличный игрок, не считая одной незначительной мелочи. Ну и глаза какие-то у парня странные, не находите? Дуэт нападающих в итоге главная надежда этого сквада. 84-й арендованный у Торино Ньянг и самый молодой и перспективный в мире, правда уже 32-летний, 5-звездочный Хатем Бенарфа, у которого с ПСЖ должны быть особые счеты. Кто бы мог подумать, что никому не нужная СБЧ на его 89-ю карточку в итоге пригодится. Вот и я не подумал, поэтому вместо топ-игрока имеем доходягу с выносливостью 53. Самое время перейти к суперсабам, которых у Рена нет. На скамейке пустило корни семейства серебряных деревяшек. При всей любви к Диабло, даже Баала выпускать нет ни малейшего желания, да и пользоваться услугами старины съебачо тоже как-то желания нет. Алды, надеюсь, помнят этого парня. Ладно, сквад собран, пора приступить к боевым испытаниям, чтобы разобраться с тактикой и выбрать для команды наиболее живучую модель. Второй дивизион райвался полигон подходящий, ну а составы сопов ничуть не уступают ПСЖ в его лучшем виде. В детали первых двух каток позволите не погружаться, это было больно, обидно и досадно. Но вот дальше что-то нащупать в Рене таки удалось. Путем проб и ошибок, вероятно, мне удалось найти для этих бродяг оптимальную схему и указание. Примежуточным боссом выступил этот скромный сквад, который, несмотря на все усилия 99-го Месси, Джовинку и сменившего его Криша, удалось размотать с отсчетом 4-3. А значит и против Миллера шансы у Рена есть. Главное не совершать глупых ошибок и пользоваться оплошностями соперника. В детали расстановок и тактик я специально не стал углубляться, чтобы все же оставить сюрприз и вам, и, конечно же, Генчику, чем-то постараться его удивить. Ну и, ребят, ну понятное дело, что в реакции на жеребьевку, там, в прогнозах у меня была определенная доля нытья, но на самом деле мне не очень повезло, в особенности с соперником по группе, ну, как бы и команды такие попались довольно средние. Но уж поверьте, я приложу максимум усилий. Я соберусь и постараюсь навязать Гене самый настоящий бой и просто грызться за каждое очко и, как следствие, за выход с плей-офф. Поддержите меня и мои старания Лукасом и обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик, ну и ссылки на Инстаграм и другие соцсети вы, как всегда, сможете найти в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok